Уже в эту субботу состоится финал республиканского конкурса «Семья года». И вчера мы познакомились с участниками, представляющими столицу, а сегодня к нам в гости заглянули представители семьи Ивашко. Они как раз-таки будут на конкурсе выступать за Минскую область. Доброе утро! Доброе утро! Знаем, что на дорогу у вас ушло немало времени. Расскажите, откуда вы ехали и в полном ли вы составили, есть еще у вас красавицы в семье? Мы приехали из красивого, гостеприимного, исторического города Минской области, города Несвежа. Здорово! Я в полном составе. Вот мама Анастасия, папа Дмитрий, я Милана, моя сестра Ульяна, вторая сестра Диана, Полина и Аренька. Слушайте, вы можете вести уже программы, да, программы на телевидении даже можете вести. Замечательно все получается. Такие раскрепощенные. Расскажите, вот у меня сразу первый вопрос, не по сценарию. Как нужно воспитывать детей, чтобы они вот не стеснялись, не были такими зажатыми, да, были такими красавицами? Ну, прежде всего, мы с мужем сами юморные люди. Так, есть на позитиве. Это хорошо. Поэтому мы показали детям, что так нужно жить, то есть на позитиве всю жизнь, чтобы не случилось. В любви их воспитываем. Поэтому детки от нас учатся. Это классно. Но я знаю, что поездки вообще из дома в Минск и обратно, они могут быть особенно выматывающими, когда отправляешься с детьми. Расскажите, удается ли вам насладиться подготовкой к конкурсу? И как вы вообще готовитесь к финалу конкурса «Семья года»? Ну, раньше мы как-то первый раз так сейчас вот на сценах выступаем. А раньше не было такого? Ну, не было, чтобы всей семьей. Чтобы всей семьей не было такого. Раньше больше этим занималась я, муж на работе постоянно. У вас работа не связана с творчеством никак, да? Нет, мужа нет. У меня творчество, можно сказать, я в декрете. Творчество. Да, что-то есть в этом. Столько звездочек вырастет в творчестве. Я творю. А расскажите, чем планируете удивлять в финале 12 октября? Любовь покажем к семье. Покажем взаимопонимание. Покажем все самые лучшие качества. Все остальное, конечно, пока держим тайне маленькой. Приедете к нам на концерт поддерживать. Друзья, друзья, финал конкурса «Семья года». Мы вас приглашаемся. Приезжайте болеть обязательно за семью Ивашка. Будет очень интересно. Да. Вот у меня к вам еще один вопрос. Конкурс «Семья года». Вроде бы это не Олимпиада, да? Ну, там, где спортсменам нужно уже профессионально готовиться. Конкурс, который, он такой, мне кажется, больше из каких-то душевных мотиваций исходит. Да, вот что вас мотивировало поучаствовать? И почему другим семьям белорусским стоит попробовать себя в этом конкурсе? Ну, оно больше сплощает семью. Есть такое, да, что стали ближе? Стали ближе. На конкурс мы ездим не ради того, чтобы победить, не ради того, чтобы соперничать с другими семьями. Просто объединиться, подружиться, каким-то опытом поделиться, другим семьям показать, что это интересно. Что это, я же, будет сплощать в нашу семью. Еще большая тема общих для рассуждений появляется. Ну, и детям очень интересно это. Ну, детям, конечно, мне кажется, отличная площадка для того, чтобы продемонстрировать свои таланты. Вот я знаю, у нас есть информация, что ваши старшие дети занимаются танцами, да? Кто танцует, поднимите руки. Так, написано «Глава клана». Если бы мы в Италии выходили, можно было бы так вас переставить. Дмитрий, вы хорошо поете, это правда? Ну, я раньше еще до жены выступать ездил. Так, а потом уже затянуло творчество другое. После армии уже как-то перестал. А теперь он уже ездит с женой. Это хорошо. Ну, есть такая традиция у вас какие-нибудь творческие вечера устраивать семейные с друзьями, соседями, может быть? Однозначно у нас семейный круг, плюс у нас на выходные, когда муж приезжает с Минска, он вообще работает в Минске, приезжает раз в две недели, раз в неделю, и вот тогда, когда он приезжает, когда семья вся в сборе. Мы обязательно отправляемся в деревню к бабушке, где дети устраивают. Ульяна играет на пианино, Милана рисует эту всю картину, а Полинка вытворяет там, что хочет, как обычно. А Диана танцует, и все это в таком теплом кругу. Расскажите подробнее, почему вы решили принять участие в этом конкурсе? Что вас подвигло? Она предложила вообще, получается, в первом конкурсе, по-моему, моя творческая семья. Так, это самый первый этап, наверное, отбора, да? Да, да, это первый этап был конкурса, а не отбор на многодетную семью, но это обычный конкур. Мы с мужем согласились. Нам понравилось сейчас, предложили нам, заметили, как многодетную семью. Давайте попробуем еще в этом конкурсе. Ну давайте, все-таки интереснее. Затягивает. Затягивает. Победили на районном конкурсе. Все, еще больше азарта получилось. И дальше, и дальше, и вот дошли, слава богу, до республики. Теперь же у нас, соответственно, миссия Минскую область предоставляет. Поэтому мы все возможное сделаем, чтобы достойно предоставить нашу Минскую область на республиканском конкурсе. Я уверен, что вся область будет болеть. И, конечно, из других регионов тоже будут болеть за вас. Девчонки, красавицы, расскажите, а чем семья занимается у вас в свободное время? Как вам больше нравится проводить время? Мы любим сходить в наш парк несвершеский. Смотреть на замок, покормить лебедей, уток. Есть в деревне бабушки опять же. Помогаете бабушке? Да. Зимой лыжи. Вот, не просто творчество, а, оказывается, по хозяйству могут помочь. Это хорошо, когда такая большая семья. Спасибо большое за ваше вдохновение, за ваши улыбки. Я уверен, что вы станете примером, в том числе для многих семей, которые смотрят сегодняшний эфир. И в следующем году смогут тоже подать свою заявку и поучаствовать. Ну, если стесняются, это интересно. Безусловно, желаем вам удачи на этом конкурсе. И победы. И победы. Спасибо. О подготовке к финалу республиканского конкурса «Семья года» нам рассказала Чита Ивашко, представители Минской области.